Сайлент Хилл Ремейк 2 И здесь вроде как битву с ним переделали, я видел демонстрацию, вроде как выглядело неплохо, потому что на самом деле, если говорить прямо, в оригинале схватка с пирамидой головом это было какое-то издевательство, ну прям очень плохо все это было реализовано, посмотрим что у нас здесь придумали. Так, поехали. Ну стрелять нужно куда, я просто не пойму. Ну, видимо по... Нужно именно по голове, я так понимаю. А если у меня закончатся патроны, что делать, нужно его будет бить? Так, да, все хорошо. Что-то получается. Все, патроны кончились. Интересно, я смогу найти патроны еще здесь? Да. Опс, тихо, бежим. Бежим. Так, тихо, спокойно. Сложно. Ну я не вижу еще патронов. И это проблема. Да твою ж за ногу. Хана мне. Так, нет, я еще жив. Все, победили. Фух, ну, типа, было не сложно, но напряженно достаточно, да. Ну мне в целом бой зашел гораздо лучше, чем то, что было в оригинале. В целом очень даже неплохо, слушайте. Ну сейчас сирена, получается, скорее всего мы сейчас выйдем. И... да, все. Альтернативная реальность отступила. Сохраняемся сразу же. Мне кажется, сейвы что-то вот как-то странно перезаписывают. Все-таки здесь, видимо, какое-то ограниченное количество отдельных сохранений можно сделать. Потому что там, видите, сразу две ячейки подсвечиваются почему-то. Нажимаю на новую, а перезаписывается старая. Ну ладно. Сейчас давайте смотреть, где у нас... где мы находимся. Это уже вот, видишь, мы сейчас идем в парк... Эээ... Роузуотер. Хорошо. Сейчас только будем все осматривать, стараться. Здесь, видишь, закрыто мы с той стороны, в принципе, были во дворе. Что-то подозрительно тихо. Машины тоже желательно осматривать, потому что в них тоже может что-то быть. Но пока не везет мне с лутом. Машины тоже желательно осматривать, чтобы не было. Машины тоже желательно осматривать, чтобы не было. Может быть, я так. Что-то маленькая девочка, как ты, здесь, в принципе? Я не знаю. Что-то маленькая девочка, как ты, здесь, в принципе? Ой, это не очень хорошо. Не обманывали ли ты какие-то отношения? Что ты там делаешь? Никакой бизнес. Ты не любила Мари, в принципе. Ну, опять же, все потом объяснят Пока не буду спойлерить, кто, опять же, не в курсе Потому что, как оказалось, там в комментариях много людей, которые никогда не играли в оригинал Что меня удивляет на самом деле, хотя, что удивительного Сейчас порой зайдешь куда-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь сайт И там кто-нибудь рассказывает подборку игр моего детства И там начинается список из Resident Evil 6 И ты понимаешь, что ты уже слишком стар для этого дерьма Что уже у современных детей игра детства это Resident Evil 6 У тебя там сапер был в детстве, да? Максимум Так, подожди-ка, вот что-то есть Так, это хорошо, шприц один Давайте сейчас хорошенько осмотримся Потому что даже в оригинале в этом месте было достаточно много Всевозможных, ну, патронов, там, лекарств и так далее Здесь закрыто, ладно Опять же, детальной карты этого места нет Но он ни на что не обращает внимания Вон там я вижу шляпу, может что-то под шляпой будет Слушайте, как вариант Добро пожаловать в Silent Hill Здесь у озера всегда тихо и спокойно Мы всегда рады гостям Забудьте про рабочие задачи И позвольте себе полноценно отдохнуть Среди величественных гор разбросаны уютные домики А закаты на озере Талука поражают переливами неземных красок Silent Hill не оставит вас равнодушными И наполнит сердце спокойствием Мы точно знаем Визит в Silent Hill будет удачным И оставит о себе воспоминания на всю жизнь Тут вроде заблудиться нельзя, потому что Путь-то ровно один Хотя, вот видишь, есть такие вот ответвления Но все равно мы идем вот туда Больше здесь нет ничего Ладно, идем Патрик Честер, сын Эдварда Сражался и умер за народ, за свободу И за наше общее будущее Память о нем жива Опа, трошки Ну, всего два патрона Это несерьезно, абсолютно Тут сюда еще можно, по идее, пройти, да? Ну, куда это мы вышли? Это мы выходим обратно Там, где мы были, да Это самое начало Просто я сначала свернул вот сюда И пошел в ту сторону А здесь проход еще был до места Вот с этой стороны Там мы уже, получается, все осмотрели тогда Еще скоро должны дать ружье, кстати Тоже хотелось бы из него пострелять Потому что, в целом, опять же говорю Стрельба из пистолета не такая уж плохая Мэри? 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 Это нормально. Так. Что вы говорите? Она... Она сказала, что она ждала меня... в наш специальный месте. И вот здесь? Я не знаю. Я не знаю. Это единственное место? Я... не знаю. Я не знаю. Это было... что-то. Я просто... Я не знаю. Я думаю, что я знаю. Я имею в виду... это место. Я не знаю. Что такое? Это место. Какие любители могут быть специальным. Я могу показать вам, если вы хотите. А если у вас есть где-то, что-то еще. Что-то еще надо делать. Ха-ха. Много. Я просто разговариваю с тобой. Давай. что-то еще разговариваю с нами. Редакторствует... хотите, что-то просто скажите, где здесь находится? Много. Вы просто оставались здесь? А-а-а-а? Я... В самих можно там? В все эти монстры вокруг? Нет, я просто... В есть потому... что я помним тебя... о... Она. Вы любите ее, не вы? Не вы? Хорошо, просто... Давай. Так что все хорошо? Да. Не, ну неплохо переделали, да? Хорошие сцены. Ладно, здесь прям плюсик. Ну, это намек на то место, куда вообще нам как бы нужно, но... Не так все просто, конечно же. Только вот мне придется ее защищать. Вот что хотелось бы узнать. Как тут это реализовано, потому что, насколько я помню, в оригинале вроде как ее могли убить и все заканчивалось плохо. Подожди-ка, что-то здесь. В память о 67 людях, что стали жертвой болезни, спят теперь на дне озера. Подожди-ка, что-то здесь есть? Нет, ладно. Ну, там газета, но с ними взаимодействовать нельзя, там нет никакого значка. И здесь тоже пусто, что-то не везет мне. Видимо, на этой сложности особо ресурсов я здесь не найду, да? Ну, что-то есть у меня такое подозрение. Тут не пройти никак, там все разрушено. Ладно, выходим здесь. Что-то вот здесь, смотрите. Так, я пока опять же сюжет не комментирую, потому что я, если начну сейчас рассуждать обо всем, что происходит и объяснять, что к чему, я сильно заспал. Я потом все это дело разберу уже детальнее, когда мы будем заканчивать. Тем более, я буду там показывать остальные концовки, так что. Так далеко от дома. Перевернуть. 14. Допустим. Да, просто единица такая странная, как и в прошлый раз. То есть, получается, там было 17, по-моему, да? А вот в этот раз 14. Что это все значит, пока я не понимаю. Возможно, это связано с концовкой как-то. Типа, если все это собрать, то потом, возможно, какой-то код можно куда-то ввести, да? И что-то до сих пор не нашел записку про Уолтера Салливана, что самое странное. Она же должна была быть в апартаментах, но что-то ее там не было. Жертва что-то там гонений. Джен Кэрролл жила честно и достойно. Да не забудут ее во веки веков. Ну что, тоже я такого не вспомню в оригинале. Ну все, здесь мы все осмотрели вроде как, и больше я ничего не наблюдаю, так что... Мне интересно, как еще одна сцена в госпитале будет реализована, которая всех бесила, особенно на высокой сложности. Потому что там было крайне сложно ее пройти. Ну, я опять же не спойлерю, но кто понял, тот понял. Потому что все с этим сталкивались, и у всех жопа горела. Вы понимаете, там, где надо бегать кое-куда от кое-кого и так далее. Я надеюсь, что здесь хотя бы это поправят, потому что, ну, это было невыносимо. По-моему, даже ПК-версия была сломана. И нормально пройти этот момент было невозможно. Сейчас, погоди, мотель-то это понятно. Но я хочу сначала осмотреть, что у нас имеется с этой стороны. Мне нужны любые ресурсы, которые я только смогу найти. Благо, пока что врагов нет, поэтому я могу... Забавно, что она комментирует мои действия. В оригинале такого не припомню. Тоже добавили. Во. Нет, там пусто. А сзади что-нибудь есть? Вот здесь, как бы, такое чувство, будто можно пролезть. Но, видишь, предметов нет. И сюда не зайти. Это единственный вход туда. Нет, ладно. Что-то вот здесь, или мне... А, это просто отсвечивает. Я думал, там какой-то предмет, типа, или записка. Но нет, ребята. Смотри, вот еще дверь. Но она тоже заперта. То есть у нас вход только с одной стороны. Допустим. Но этого места что-то я не вспомню в оригинале. Его тоже добавили. Ладно, домкрат нужен, допустим. А если мы обойдем вот здесь? Вот просто интересно. Там, где заканчивается решетка. Вот вроде как сюда еще можно зайти. Или подожди, оттуда я вышел. Оттуда я вышел, да. Хорошо. Тогда сейчас мы сходим прямо до конца этой улицы. Вот сюда. И там, скорее всего, будет забаррикадировано все. Здесь, смотрите, никак не пройти, видишь? А вот тут. И... Ну, в общем-то, понятно, да. А если я пойду тупо прямо? Там тоже, скорее всего, да, перегородили путь чем-то. То есть там, может, обвал или что-то еще. Но вообще надо стараться посматривать все. Это и есть мотель, да. Нам в него нужно. Значит, пока что мы его скипаем. И пошли осматривать, что у нас дальше по улице имеется. Может, я что-то смогу все-таки обнаружить. Да я понял, подожди. Окна разбиваю, потому что там на самом деле не очень хорошо видно. Это и есть мотель. Ну, что-то я уже так далеко зашел, да, и по-прежнему нас не ограничивают никак. Это интересно. Ну, где-то здесь... Я еще помню, что... А, понятно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, ну сюда мы там по идее окажемся в любом случае, так что, наверное, стоит все же послушать ее и сходить, наверное, сначала... Ну, вы поняли. В мотеле там все осмотреть. А потом уже двигаться дальше. Потому что, видимо, потом уже скрипты сработают, там, да, и какие-то события здесь затригерятся. О, появились твари внезапно, да? Ну, я буду их стараться избегать по мере возможностей, да, чтобы, во-первых, сэкономить патроны, во-вторых, чтобы сэкономить здоровье, банально. Что-то, да, их много появилось тут внезапно как-то. Вроде бежали, все нормально было, да, на обратном пути прямо они и отреспались. Это довольно странно. Что-то еще вот здесь, смотрите, мы нашли. Может быть, и здесь домкрат будет. Есть патроны. Ёп! Тихо. А может и не будет. А может и не может. Так, ну, эту тварь сейчас давайте лучше отбежим. Но мне кажется, там ничего нет, там только патроны были. Тут можно вроде как залезть сюда. Нет, показалось. Здесь никак не пройти, там, видите, все перекрыто. Значит, давайте как-нибудь вот таким образом сделаем. Там сейф. Так, прочитать. Если что, я ченю трубы в 107-й. Хорошо. И здесь нужна какая-то комбинация. Он в 107-й. Ну, пойдем искать. Но я думаю, что там и так все просто, конечно, будет. А, я думал, там можно это разбить. Почему-то показалось, будто бы это стекло. Это 101-е закрыто. Проверяем сейчас все. 102. 103. Опять же, не пройти. Вот это открывается, я так понимаю, да? Музыка приятная на фоне играет. Что-то я тоже не помню, только импозицию в оригинале. 106-я. Есть патроны. Крозит. А че не так с этим номером? Че тебе... Че тебе не устраивает? Че-то я не пойму, на что он среагировал так. Может, типа, воспоминания какие-то? Ну, смотри, видимо, тот номер, который я ищу, все же находится выше, да? Вот, да. 108-й, ну, закрыто, но это можно разбить. Ну, а как ты хотела? Я вообще любитель все поломать. Ща, погоди. Она не может, получается, да, перепрыгнуть через окно, я так понимаю, правильно? Только через двери ходит, правильно. Хоть нормальный человек единственный, блин. Вот, что-то здесь. Такое ощущение, что мы в тупике. Она говорит, что все будет хорошо, но цифры не врут. Цифры есть цифры. Все комнаты нужно обставить заново. Причем умножаем на оплату труда. Дальше сантехника в комнатах наверху. Честное слово, много раз мне хотелось сдаться. Мне уже не 33. Если все как-то сложится, может, мы все в пятером как-то и выгребем? То есть, вот намек на че? Все комнаты нужно обставить заново. Все комнаты. Сколько комнат? Причем умножаем на оплату труда. Умножить количество комнат. Дальше сантехника в комнатах наверху. Честное слово, много раз мне хотелось сдаться. Мне уже не 33. Если все как-то сложится, может, мы все в пятером как-то и выгребем? Это, наверное, разделить на 5 нужно будет последнюю цифру, получившуюся все комнаты. Умножаем. Потом складываем. На че умножаем? На оплату труда? Какую оплату труда? Типа сантехника в комнатах наверху. Честное слово, много раз мне хотелось сдаться. Много раз. Че-то нифига не пойму. Слушай, как-то слишком закручено и сложно. Ну вот смотри. Сантехника. Какая сантехника? О чем речь? Ну это типа именно как раз таки есть подсказка, как решить задачку. Ха, слушай, это прикольно. А в оригинале она вот была именно в этом костюме. В ремейке ей поменяли его. Ну отсылку оставили. Слушай, ну вот прям классно. Видно, что с любовью делали. Подожди, сантехник. Я ничего-то не пойму. В чем вообще смысл? Че я должен считать-то? Как-то все слишком сложно. Знаешь, так полунамеками. Тут не пройти. Подожди, давай посмотрим еще номера. Столько всего номеров? Там тот был 108. Это последний, правильно? В верхних номерах нужно сантехникой вопрос решить. Сколько верхних номеров нужно проверить? Я правильно понимаю? В верхних номеров у нас раз, два. Два номера. Сохранение. Давайте, наверное, сохранимся на всякий случай все же. Джеймс? Все все хорошо? Эй, ты в порядке? Слушай, ну прикольно же сделали, да? Да надо было просто, у меня руки чешутся, надо все побить. Короче. Сейчас давайте подумаем. Наверху... Так, сейчас смотрим. Прочесть. Все комнаты нужно обставить заново. Все комнаты. Это 108. Причем умножаем на оплату труда. Вот я не понимаю, в чем смысл оплаты труда. Умножаем. Дальше сантехника в комнатах наверху. Можете поумножить на сантехнику в комнатах наверху. А сколько там сантехники-то в комнатах наверху? Сантехника в комнатах наверху. Ну вот у тебя санузел. Да? Ванна. Или что? Как это вообще? Я вообще не пойму смысла этой загадки. Она сейчас в оригинале ее прочитать. Здесь закрыто. Слушай, ну это очень странно. То есть я вообще не понимаю, как это решить, возможно. Честно, очень как-то запутанно и как-то без каких-то подробностей. Почему Таймс выделено так? Слушайте, я честно, я вообще просто без понятия. Я сразу говорю, я не знаю, потому что я, ну, время тратить не буду на это. Короче, кто хочет, думайте, потом сравните. Потому что, честно, я не знаю. Вот прям вообще ничего в голову не идет. Короче, код 0533. Что самое интересное. 0533. Все же решил рассказать вам, как решать задачка. Мы там обсудили немножечко эту всю тему в закрытой группе. Но она дурацкая совершенно. И перевод на русский делает ее еще более запутанной. В общем, смотрите. В русском варианте выделены следующие слова. Все комнаты умножаем. Комнатах наверху. Много раз. 33. Сложиться в пятером. Логично предположить, что все комнаты нужно умножить на комнаты наверху. То есть, 8 умножить на 2. Ну, вот что значит много раз. 33 совершенно не ясно. Поэтому мы отбрасываем русскую версию и смотрим в оригинал. Там выделены следующие слова. All rooms. Multiply. Rooms. Upstairs. Times. 33. Add 5. По-нашему это будет. Все комнаты. Умножить на комнаты наверху. Times. Значит то же самое, что и Multiply. По-английски. То есть, умножить. На 33 и прибавить 5. Получается следующее уравнение. 8 умножить на 2 умножить на 33 плюс 5. Что дает трехзначное число 533. И вот тут проблема. Что решение приводит не к четырехзначному числу, а к трехзначному. Что легко может вас запутать. И вы не догадаетесь добавить 0 перед 533. То есть, это бред полный на самом деле, а не задачка. И решить ее, я даже не представляю, как можно без гугла. Вот честно. Это нужно быть, наверное, каким-то гением. Потому что реально, если бы я вот, допустим, сразу догадался бы до всего этого. И попробовал бы посчитать. У меня получилось бы трехзначное число. А мне нужно четырехзначное. А там даже подсказки нет. Чушь. Просто это худшая пока что головоломка. В ГЛИА. В ГЛИА. Это че такое? Она там живая? Все нормально с ней? Ну, вроде да. Как-то неожиданно. Домкрат есть? Я думаю, что ты просто спасла мою жизнь там. Да, я сделал. Да. Получается, здесь вот мы сейчас можем использовать ключ. Я правильно понимаю? Это же ключ от выхода здесь. Или я ошибаюсь? Секундочку. Да, это оно. Да, вот мы и обошли. Слушай, ну там целый кусок прям локации у нас с той стороны. Но мы в любом случае там окажемся. То есть это прям сто процентов. Мы сейчас по идее идем в больницу Брукхэйвен. Но, а как добыть домкрат? Где домкрат находится? Хотелось бы узнать. Не хотелось бы его упустить. Может там что-то тоже полезное было? Это где мы? Особняк Болдуинов. Так, подожди-ка. Особняк Болдуинов? А он же был в DLC в оригинале, не? Это все очень странно. Дверь закрыта. Да, мы сюда пока попасть не можем. Но, по-моему, именно здесь разворачиваются события дополнения. Born from the Wish, которая называется. Но DLC пока они не выпустили, но вроде как собираются. Ну, чтобы, видимо, не спойлерить, да, раньше времени. Что она говорит? Да. Да. Вот о чем и речь. Она, потому что, ну, типа там, короче, с ней были связаны события. Вот. Сейчас, секундочку. Хочу еще проверить, типа, есть ли где-то тут домкрат неподалеку, чтобы я точно не пропустил его. Сейчас, один момент, ребят. Просто хочется все показать сразу. Да, короче, желательно сейчас сбегать. Смотрите. Получается, нужно найти вот на заправочной станции. Там находится другой домкрат, поэтому все-таки надо осмотреть это место. И все-таки сходи туда, потому что там припасы есть. Это необязательное место, его легко пропустить, поэтому давайте все-таки сбегаем, ребят. И затаримся всем. Просто, видишь, она меня так отпугивала, типа, уходи оттуда, уходи. Не надо туда идти еще рано, потому что там еще, опять же, вот, в той забегаловке. Там, как бы... Скажи тебе, скажу. Тоже будут события с другими персонажами. Просто что-то, я не помню, в оригинале сразу можно было туда попасть или все же нет. Там, по-моему, вот видно было что-то, да, или мне показалось? Смотри, во-первых, вот здесь. Ну, тут домкраты не видать, значит, нужно дальше идти. О, заметь, та твоя... Ёп, нет, она не исчезла! Ха-ха-ха, нихера прячется, слушай, реально не видно. Черт, я аж прямо аж дернулся в этот момент, трындец. Вы что творите, демоны, блин? Значит, идем дальше. Заправочная станция, нужно туда. Опять же, пока есть возможность оббегать, мы оббегаем. Нам нужна какая-то зеленая машина или что-то типа такого. И там будет ручка от этого домкрата. И вот надо ее забрать. Здесь пока видишь, все закрыто. Вот. Да, оно. Бежим. Со всех сторон окружили демоны. А где Мария-то? А, она бежит за мной, все, я уже перепугался. Сейчас, секундочку, лучше обойдем. По возможности, я просто хочу осмотреться. Что-то же есть где-нибудь. Здесь был враг с той стороны, да, все верно. И мы вот так вот тоже можем выйти, я так понимаю, к больнице Брукхайвен, серьезно? Или все-таки там будет провал? Нет, все-таки, видишь, закрыто, да. Все-таки некие ограничения есть. И вот, заметьте, вот там есть подъем, но там ничего нет. Значит, не поднимаемся сюда. Ну, я уже понял, спасибо. Хорошо, раз здесь все перекрыто и путь до больницы только один, я все же предлагаю тогда осмотреть это место раньше времени. Пока здесь закрыто. Нет, стоп. Открыто. Есть сохранение даже. Ну, что, забавно. Уже забавно. Да, видишь, ограниченное количество сейвов можно сделать. Ладно. Ну, здесь пока, видишь, никого нет. Ну, в любом случае, мы сейчас лучше затаримся, да? Предметами-то закрыто. Что-то он видит, подожди, где? Куда он посмотрел? У него голова повернулась в другую сторону, как будто бы он что-то увидел. Сейчас на всякий случай вот это вот осмотрим все. Вот что-то есть патроны. Ну да, пока сюда еще рано. Ну, я добегу до конца улицы. Просто интересно, там можно еще до одной точки добежать? Или все же нет? Да, видишь, все, уже выход, и тут больше нет ничего. Судя по всему. Ну, меня просто любопытство раздирает. Поэтому я сейчас хочу вот сюда сходить еще. Где это мы? Историческое общество Silent Hill. Ну да, нам потом сюда тоже нужно будет, но пока у нас ключа нет, мы не войдем. Там именно ключ нужен. Вот сюда нам, по идее, да? Ну вот, опять же, дверь заперта. Да я знаю. Хм. Ну, смотри, как далеко-то, да мы можем двигаться, капец. Потом, конечно, опять бежать придется дохрена обратно. Но все равно прикольно, слушай, прикольно. Интересно, знаешь, наблюдать, как вот это вот все меняется с годами, да? Вот именно в ремейке. Как подошли к решению этой проблемы, как подошли к решению той проблемы. Смотри, что-то все-таки мы нашли. О, Господи. А что-то все-таки мы нашли? Может. Чтобы уйти, надо обязательно... Чтобы уйти, надо остаться. Чтобы уйти, обязательно надо остаться. Что это за звуки? Слышали? Это все очень странно. Там же никого не было. Ну, допустим. Не, ну, видишь, все равно не зря сходили, потому что мы хоть патроны нашли, да? Какую-то записку. Да, тут записки такие, но там в оригинале тоже были такие же. Как бы, да, такие странные и ни о чем. Они с какими-то намеками, да? Как касающиеся... Касающихся... Основных событий сюжетных, да? Которые здесь происходят. Ну, вот пока, если ты не знаешь, то они могут казаться бессмысленными достаточно. Да, и все нормально, не переживай, мы быстро бегаем. Этому мы уже обучены. Но, конечно, в оригинале Джеймс бегал гораздо быстрее. Там еще интересно, знаешь, что было? Я смотрел новости, и там какой-то человек убрал с помощью мода туман. И, конечно, работа проделанная колоссальная. Вот мне кажется, что здесь сделали реально слишком густой туман. Прям слишком густой. Он перекрывает многие вещи. Нужно было сделать его как-то, ну, прям поменьше. Ну, не таким густым. Послабее. И вроде модификация уже есть, потому что, реально, город выглядит прям невероятно хорошо без тумана. Вот серьезно. Я понимаю, что туман это главная фишка Silent Hill. Но мне кажется, с такой прям густотой этого самого тумана, вообще, вот вся эта работа художников насмарка просто. Даже обидно немножко. Из-за этого. Хотя, опять же, да, они сделали как положено, но просто капец, они там запарились. И все это мы не видим и не увидим без модификаций. Я еще просто хочу сказать следующее, что в оригинальном Silent Hill 2 на ПК, там можно было настраивать густоту этого самого тумана. Это, конечно, в первую очередь было связано с тем, что туман отжирал не кислоток производительности, да? Вот, но все равно такая опция была. Здесь бы тоже не помешал я вот о чем. Ладыч, куда я пошел-то, блин? Мне в противоположную сторону. А, подожди, иди, что? Дамкратно. А, нужно вот здесь просто налево сейчас. Я просто раньше времени повернул, заговорил со с вами. Ну, я не уверен, но... Да, все нормально, просто дай мне минутку. Потрошки. Ты в порядке? Попробуй мне в порядке? Кобячно болтливая стала, слушай, трэш. Массовые увольнения в больнице Брукхейвен, будущее больницы под угрозой, увольнения, о которых мы писали еще в прошлом месяце, не заканчиваются. Расторгнуто уже более 10 трудовых договоров, и персонал Брукхейвена сократился более чем вдвое. Если ситуация не изменится, нехватка персонала не может не отразиться на пациентах. Брукхейвен – больница с богатой историей. Она была основана в 1810 году, когда в Сайлент-Хилле бушевала эпидемия смертоносной болезни. С тех пор обитатели Сайлент-Хилла всегда могли рассчитывать на помощь врачей из Брукхейвена. Впрочем, все чаще можно услышать мнение, что психиатрическая больница не должна находиться в центре города. Многие боятся нового происшествия, аналогичного тому, что напугало местное сообщество два года назад. Какие-то, видишь, подробности еще засунули. Ну, прикольно, прикольно. И вот, смотри, опять. Ага, получилось. Что это значит? Перевернуть. 20. Может, типа, это просто цифра, которая указывает на порядковый номер фотографии данной? Я уже кучу фотографий таких пропустил. Так, подожди-ка. Ну, вроде бы все нашли, да? То есть больше здесь нет ничего. Ну, не зря, не зря. Такой путь проделали, мне кажется. Все точно сейчас осматриваем. Здесь мы открыли, а вот с другой стороны я же, по идее, тоже могу выйти, правильно? Да, тут две двери. И теперь обе открыты. Хорошо. Все. Можно уходить. Прям ресурсов у нас уже так более чем достаточно, но, в принципе, в оригинале тоже было много и патронов, и аптечек, там. Проблем особых не было даже на высоких сложностях, насколько я помню. Хотя, вроде как, подожди. Насколько я помню, с патронами все-таки проблемы на высокой сложности были. Ну, прикол в том, что в игре есть система, кто не знал. Если у вас нет патронов, то боссы со временем сами умирают. Это вот было придумано еще в Саден Хилл 1. И я, по-моему, даже на высокой сложности при прохождении этот метод использовал, по той причине, что у меня просто не хватало боеприпасов для того, чтобы уничтожить финального босса. Финальных боссов, потому что, по-моему, даже ни в одной, во всех трех, наверное, первых, я использовал данный метод. Слушайте, действительно, это вот забавно. Все-таки, да, с балансом там проблемки имелись. Это нужно признать. Хотя, опять же, если никого там не убивать и играть аккуратно, этого вполне вам должно до конца игры хватить. Потом, конечно же, это в других играх система была модифицирована. Там, как это работает, кто не в курсе, есть система очков. И, допустим, у вас там пять патронов на пистолет, это пять, а это одно очко. А там еще два патрона на ружья, это еще одно очко. И чем больше у вас этих самых очков накапливается, тем меньше припасов дает вам игра. Ну, прикольно, что, на самом деле, она такая более разговорчивая стала. Моментами, конечно, чересчур, но вот такие вот беседы небольшие, они прям разбавляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я что-то слышу. Труба, ты прикинь. Да-да-да, это она. А я могу ее забрать? Нужно сейчас найти, попробовать обходной путь. Просто в оригинале она была вообще в другом месте. Насколько я помню, она была на автостоянке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем сейчас обойти с этой стороны. Нет. Ну, вообще, туда попасть можно еще и... Катс-стрит. Как-то, может быть, с Рэндалл-стрит там обойти вот так вот и сюда прийти. Но слишком долгий будет путь, я должен отметить. Потому что, ну, вот здесь ворота, видишь, закрыты, и все, и никак вообще. Но это очень странно. Сейчас попробуем обойти, конечно же. А здесь, смотри, видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джеймс? а тут видишь это не сделали оружие заменяется навсегда ты не можешь выбирать опять начался этот туман густой ветер так я вижу твари так твари хорошо бежим сюда нет стой бежим 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 видишь нас типа гонят в одном направлении как будто бы что-то капец тут их насыпали где мы вообще как-то вот огородами идем надеюсь я там многого не пропустил а вот сюда нужно было идти я не осмотрел все там блин обидно интересно можно будет вернуться уже все да то есть я профукал момент изучить это место детально ну ладно займемся должен на втором прохождение не переживайте ну типа я потом буду проходить все равно и показываем другие концовки потому что я заинтригован должен признать я хочу это все прям до дыр изучить а 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну да, вроде бы это место находилось раньше в другом месте, насколько я помню. Надо будет сравнить с картой из оригинала, просто ради прикола. Хм. О, есть аптечка ещё. Шприц, слушай, у меня уже прям припасов трындец, да? Ну, скоро заберут всё, я более чем уверен. Так, она ушла туда, я понимаю, но я хочу осмотреться. Сколько у меня там уже? 50 патронов, охренеть, слушай, трындец, всё не тратим. Копим, начинаем заниматься накопительством. Пригодится на боссе, сказали. А здесь закрыто? Она закрыла дверь, ты прикинь. Мария? Что-то они прям щедро раздают, все эти аптечки. Ну, визуально круто, конечно. Ария? Ария? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I guess this place is getting to me too Am I crazy? You know, for thinking she could be here Crazy is one word for it, I guess I can think of another What's that? Hopeful Well, that's a nicer way of putting it Here What are you doing? Something to take the edge off No? You sure? Fine Be that way Here's to To hope I'm dying We should probably get going Fine Ready when you are? Well, it's a good one Well, you know, I'm not You can enjoy drinking сделано. Прям, ну, постарались прямо посмотреть одно удовольствие. В общем, спасибо, ребят, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал. На телегу подписывайтесь. Бюро находок. Кольцо. Ага. На телегу подписывайтесь. Не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву и развиваться. Делать это можно тремя способами. Либо Донешн Алерс, либо Бусти, либо можно подписаться плата на ВК Донат. Там много эксклюзивов. Плюс ко всему, вы получите ранний доступ к видео. И к Silent Hill в том числе. В общем-то, все ссылки в описании, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Потом уже осмотрим это место более детально. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова